Приморье является лидером по трудоустройству выпускников программы «Муравьев-Амурский». Об этом рассказала первый вице-губернатор края Вера Щербина. Так, 29 человек участников программы после стажировок выбрали в качестве места трудоустройства «Приморский край». Каждый из них уже включен в резерв управленческих кадров. Кроме того, 10 выпускников уже работают в ключевых сферах развития Дальнего Востока. Мы все понимаем, какие сейчас стоят перед нами амбициозные задачи. И мы понимаем, какой дефицит кадров на Дальнем Востоке. И в частности у нас в Приморском крае. То есть кадров любого уровня, а управленческих кадров уж тем более. Я хочу сказать, что мы ведем политику по обновлению кадров. И мы их собираем везде. То есть у нас есть некие преференции, у нас есть собственные программы. Мы поддерживаем молодежь, даже когда берем их на стажировку, и мы платим им стипендию у себя. Также она рассказала, что для курсантов данной программы в Приморье создан банк «Вакансии», который включает в себя должности начальников отдела, руководителей органов местного самоуправления и краевых государственных учреждений. По результатам онлайн-ярмарки «Вакансии» некоторым из них потенциальные работодатели уже назначили персональные встречи. На Дальнем Востоке, в Приморском крае, идет масштабное, огромное строительство, реализуются масштабные проекты. У нас в Приморском крае растет экономика. Статистика еще прямая, достаточно посмотреть где-то. И вы увидите, и растет валовый региональный продукт, и растут налоги, которые поступают в бюджет. Ну, к уровню прошлого года, вот сейчас мы демонстрируем рост 25%. Это существенно понятно, поворот «Восток» – это не просто слова. Это действительно у нас, вот логистических проектов очень много реализуется. И очень много рабочих мест с высокой заработной платой, с достойной заработной платой, что привлекательно. Вера Щербина отметила, что в Приморском крае очень рада активной молодежи, перспективных и талантливых специалистов, всегда готовы поддержать в начале трудового пути. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.